Ребят, настоятельно рекомендую сайт raid.guru. Здесь есть каталог героев со всевозможными фильтрами, каталог кланов, локаций с гайдами и нет навязчивой тупой рекламы. Ссылочка будет в описании raid.guru. Заходи. Всем привет, ребят, вы на канале Тикей Спати, я Тикей, и сегодня мы будем с вами открывать осколочки. Так как у меня аккурат 4 сакрала, это все нападало, наверное, за пару недель с КБ. Дроп, конечно, может быть и пофиксили, но что-то он как-то фигово падает. Но суть в том, что Драхи нет, бомалы проходить надо, деф-пачку надо, пелены Татуру недавно забрал, но вот будет 2 команды. В одной будет Татура пелену накладывать, во второй Драха. А по факту нужно 3 персонажа, который пелену накладывает. Но в третьей будет божить этот священник, не священник, инквизитор Шамель. Да, то есть 3 команды, нормально, 2 с пеленой, 1 с инквизитором. Вроде как эту голову мы зафиксим, которая голова страха. Поэтому будем призывать, откроем пару древних, пару темных и все сократчики откроем. Начнем, посмотрим, во-первых, что у нас там выпадают на Х-10. Это есть, Борогни не делал, Сюзерен Картон, по-моему, этот герой называется, его тоже не знаю, не делал, только Нрака нет. Паталист есть, есть, Телесия есть. Вот из этих всех мне нужен будет Туганрак и вот эти вот Борогни, Туганрак и Драха. Было бы идеально, если бы это все выпало. И единственное, что посмотрим, древние осколки, Сакральные, Терные, Древние. Ну, в общем, есть смысл открываться под этот Х-10, если у вас этих героев нет. Герои топчик. Ну, а с облашем мы Драху соберем. Ладно, пойдемте открываться сверху вниз. Сначала откроем древних парочку. Давайте штучек 5 древних, 5 темных и 4 Сакрала. Ну, давайте так, откроем. Так и сделаем. Поехали. Так, древний раз. Я, кстати, не представляю, что там по месту. Возможно, придется чистить. Древний 2. Древний 3. Лучше открываться на Х-2. Это, честно, чистый совет на Х-2, чтобы был шанс повышенный. Х-10 только, если конкретно под выжигатель. Например, массовый выжигатель. Тогда советую открываться под Х-10, если у вас их нет. Так, ладно, здесь мы закончим. Давайте посмотрим. Так, у нас 3 места. Сейчас будет магия монтажа. Я освобожу место. Взух. А ехали дальше открывать. Мы освободили место. Нам хватит. Давайте теперь еще откроем 3 темненьких. Может быть, что-то выпадет. Может быть, Квизер Шимаэль выпадет внезапно. Но нет, будут редкостные. Кстати, ветеран довольно-таки больно бьет. Могу советовать к прокачке. До этого, кстати, корм падал, ребят. Там нечего комментировать. Сплошная кормяшка. Маляр. Маляр неплохой герой на ВФ, потому что умеет резать. Это стартовый, так скажем, резальщик для племя Огренов. Кстати, возможно, я буду прокачивать, потому что у меня с племенами Оргенов проблемы на ВФ. Как раз у меня нету резальщика. Так, ну, как видите, редки сыпятся. Но нетопырь это, кстати, дубль. Поэтому мы сделаем вордах нежить... Ну... В общем, соберем там в хранителях фракций бонус себе. Уже плюсик такой есть. Да! Четыре сократчика. У нас еще четыре сократчика. Ну, окей, окей. Опа! Хотел сказать, круто, эпик. Но, блин, мелька третья, поэтому не дубль. Нужно еще тогда мелька. Ну, топовый персонаж, я и... У меня есть гайд на этом канале, как закрывает она в сете регена и бессмертия до... Соответственно, получается... Тык-тык-тык-тык-тык. Ну, в общем, она помало закрывать. Может, помочь. Помочь там. Десятый хард, дальше уже не идет. Не могу я закрыть дальше. Так, и этой, по-моему, не было у меня с Ангвини, хотя не уверен. Надо смотреть. Надо смотреть. Может быть, это дубль. Дубль, ну, такой герой ситуативный, на самом деле. Вот, абсолютно ситуативный. И не советую. Ну, смотря на 50, какие есть другие герои. Так, фаталист. Фаталист это третий или четвертый. Опять же, дубли. Фракции, может быть, усилят. И сейчас выпадет нам Драха. Ну, кстати, x10, получается, на фаталиста работает. Так. Ну, в Трисе так, кстати, часто выпадает. Я вам открою. Так, и Драха тут должна выбежать. Да, вот на Драха гарант выбежал. Опять же, герой топчик, 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 топчик. У нас тут есть и густая пелена, и воскрешает союзника достаточно неплохими параметрами. В общем, очень-очень-очень-очень неплохо все дело. И очень важно, это увеличение сопротивления в роковой башне. То есть, против Бамала, увеличение в роковой башне, кстати, потому что она на 80 увеличивает, но я перепутал, на 55. Вот такой вот видосик. Так вот, мы открылись. Все осколки скрывать не вижу смысла без x2. Вот. Самое главное, Драху я забрал. Спасибо за подписку, за лайк, за просмотр. И всем хорошего Нового года. Пока-пока. Продолжение следует...